МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смерть младенца в одном из алматинских родильных домов скончался новорожденный. Родители винят врачей. Родился вроде здоровый. Могла ли прививка от гепатита стать причиной трагедии? Что говорят доктора? Приговоры убийцы ребенка. Гентая Сапожанова осудили на пожизненное. Как он отреагировал на вердикт? Я принял салат, вы знаете правду, вы пожалеете. Какие подробности о последних минутах жизни трехлетнего Максима Гарифулина стали известны? Владельцы машин с иностранными номерами не сдаются. Эта машина уехает. Правда ли, что некоторые автомобили невозможно поставить на учет в Казахстане? Есть ли выход? Выслушай мнение юриста Сергея Уткина. Он с минуты на минуту появится в нашей студии. Давили людей. Как накажут братья Поликеевых, совершивших намеренный наезд? Что на суде рассказали пострадавшие? Во время одного из маневров, 15-15. Чем еще запомнился этот процесс? И обо всем по порядку. Пожизненное наказание будет отбывать убийца трехлетнего ребенка в Карагандинской области. Сегодня суд присяжных вынес приговор и гентаю Сопыжанову. Ему всего 24 года, но всю свою оставшуюся жизнь он проведет в колонии максимальной безопасности. Жестокий убийца, выслушав вердикт, успел прокричать свои угрозы. Из зала суда репортаж Людмилы Батюшкиной. Сегодня конвой был особо бдителен. Солдаты не дали гентаю Сопыжанову даже двинуться. Опасались новых выходок. Ведь подсудимый уже дважды пытался полоснуть себя по шее, ручкой и собственными ногтями. Присяжные заседатели и судья единогласно пришли к решению приговорить гентаю Сопыжанова к пожизненному заключению за похищение трехлетнего ребенка, удержание его в заложниках и убийство. В свои 24 гентай Сопыжанов совершил уже два убийства. В 17 лет он лишил жизни тетю своей возлюбленной Ники Васильевой. За это получил 9 лет колонии, но его освободили досрочно в марте прошлого года. Непростые отношения Ники и гентаю продолжились. Девушка за эти года уже родила двоих детей от разных отцов. Но и это не помешало Сопыжанову угрожать и избивать ее. Ника Васильева обратилась в полицию с заявлением. Тогда он забрал ее трехлетнего сына Максима. Держал в заложниках, требовал забрать заявление. Малыш плакал, чем раздражал похитителя. Тот стал избивать ребенка. Экспертиза показала множественные переломы ребер, черепа и другие травмы на маленьком теле. Ранее к вам неоднократно закона применялась гуманность. Вам сокращалось наказание по предыдущему приговору суда. Однако вы пренебрегли этим и совершили еще более тяжкие преступления. Ника Васильева просила взыскать с подсудимого 10 миллионов тенге. Суд одобрил половину этой суммы. Еще почти полмиллиона осужденный должен возместить государству за проведенные экспертизы. Сегодня стало известно, что Ника Васильева недавно похоронила и второго своего ребенка. Десятимесячный малыш умер в больнице от врожденного заболевания. Приговор не вступил в силу. У гентая Супыжанова есть 15 суток, чтобы обжаловать его. Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорумбюро, Карагандинская область. А в третьем роддоме Алматы скончался младенец. В смерти маленького Андрюши Рогозина родители винят врачей. По словам папы, малыш родился здоровым. Это подтверждает и выписка из роддома. Состояние новорожденного резко ухудшилось после прививки от гепатита, говорят родственники. Однако медперсонал не обратил на это особого внимания. Это первые кадры жизни Андрюши Рогозина. Долгожданный малыш появился на свет 9 января в четвертом роддоме Алматы. По словам родных, малыш родился здоровым, весом 4 килограмма 200 грамм и ростом 54 сантиметра. Ухудшение его состояния началось после прививки от гепатита, утверждают близкие. Но малышу с каждым днем становилось хуже, вспоминают родственники. Была рвота. При обращении в 32-ю поликлинику врач выписал лекарство и отправил маму с малышом домой. Потом родители вызвали скорую. Привезли нас в перинатальный центр, третий роддом. Так как мы забыли выписку с роддома, супругу заставили ждать, сидеть полтора часа в коридоре. Никаких действий не принимали, никакие анализы не брали. Вышел врач. Я говорю, почему никакие анализы не берете? Из-за чего? Они говорят, завтра придет врач, даст назначение, будем делать анализы. Ребенка положили под капельницу, где он провел 9 часов, а позже подключили к аппарату искусственного дыхания. Днем 20 января Андрюши не стало. Считаю, что это из-за прививки. Я считаю, это халатность врачей. Потому что, как только родился ребенок, еще в операционной сразу поставили прививки. Я думаю, это из-за прививок. Главного врача 4-го роддома Алматы, где ребенку после рождения поставили прививку, вызвали в управление здравоохранения. Нам удалось поговорить лишь с главной медсестрой. Гепатита, в БЦЖ не бывает такой реакции. Оно японская вакцина. Его же чистят же, пропускают, смотрят, сколько оно через лабораторию проходит. В управлении общественного здоровья Алматы смерть младенца от вакцины не подтвердили. Для выяснения причин создали комиссию совместно с Комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг. По результатам проверки сделают заключение. Его передадут в правоохранительные органы. Родители же Андрюши Рогозина уже написали заявление в полицию и требуют тщательного расследования этого дела. Мадина Исюмбаева, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. А в суде Алматы рассматривают дело о массовом наезде на людей. На скамье подсудимых родные братья Жандоса и Динмухамед Аликеевы. Их обвиняют по статьям хулиганства и покушения на убийство. Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня выступали пострадавшие. Нет, ребята, вы ошиблись, вы перепутали. В этом раза три я точно говорил. В момент этой потасовки начали прыгать по машинам. Машины начали делать определенные маневры. И один из маневров, получается, во время одного из маневров нас машина сбила. Инцидент произошел в прошлом году, 26 августа. Между двумя компаниями молодых людей случился конфликт. В итоге двое братьев сели за руль своих машин и стали добить своих обидчиков. Пострадавшие получили переломы конечностей и черепно-мозговые травмы. На следующий день полиция задержала 25-летнего Жандоса Аликеева. Второго подозреваемого, 21-летнего Дин Мухамеда, разыскали только через 19 дней. Он скрывался от полиции в Алматинской области. Снимать обвиняемых судья запретил. Выступая сегодня на процессе, двое пострадавших попросили не привлекать братьев Аликеевых к уголовной ответственности. Компенсацию за моральный ущерб им уже выплатили. Поэтому претензий к подсудимым они не имеют. Сторона защиты заявила, что третий пострадавший тоже готов пойти на примирение. Адвокаты подсудимых от интервью отказались. Они намерены добиться изменения статьи и смягчить приговор. В Академии правосудия отчислили восьмерых магистрантов, чьи вечеринки во время зарубежной стажировки в Германии попали в сеть. Такое решение приняла комиссия. Педагоги посчитали, что будущие судьи не соблюдали общепринятые морально-этические нормы, а также нарушили этический кодекс госслужащих. Еще трем обучающимся объявили выговор. Прежде чем принять решение, преподаватели, в том числе и ректор Академии, тщательно изучили фото-видеоматериалы. По их мнению, магистранты возрасте от 27 до 39 лет совершили действия, несовместимые с морально-нравственным кодексом обучающихся и госслужащих. Поступая в это учебное заведение, они сохранили за собой должность в государственных и правоохранительных органах и вышли в учебный отпуск. Во время обучения они получили стипендию в размере заработной платы. Теперь после отчисления они должны вернуть в республиканский бюджет средства, потраченные на их учебу в течение полутора лет. Это порядка 6 миллионов тенге. Учитывая общественный резонанс, в Академии считают справедливым принятое решение. Ведь один из пунктов этического кодекса гласит не давать повода для критики со стороны общества. Подавляющее большинство отрицательно оценило поведение магистрантов, которые находились в зарубежной командировке. И я думаю, что для этого, конечно же, есть основания. Повод для критики они дали. Тем самым они нарушили этический кодекс государственных служащих. По Владарской области Новый Аким им стал 45-летний Абулхаир Скаков. Свою карьеру до этого он строил в фискальных органах, в Министерстве обороны и в Комитете по конституционному законодательству. Абулхаир Скаков сменил на посту Булата Бакаова, которого подозревают в превышении полномочий. По его делу КНБ и агентство по противодействию коррупции создали межведомственную следственную группу. 48-летнего Абулата Бакаова задержали во время рабочего совещания на прошлой неделе. Санкции суда он арестован на два месяца. В Шимкенте тоже Новый Аким. Почему Ерлана и Таханова освободили от должности? Чем он запомнился за время своего руководства мегаполисом? И кто пришел ему на смену, расскажут мои коллеги уже через несколько минут. В БКР ответили на заявление авиационной администрации о ряде нарушений, выявленных в ходе проверки. В авиакомпании считают, что многие замечания не объективны. Информацию они разместили на своем сайте. Самым серьезным нарушением Комитет гражданской авиации назвал отсутствие табличек на двигателях самолетов, из-за чего невозможно отслеживать часы и циклы использования механизмов. БКР сообщили, что пошли на этот шаг вынужденно. Авиакомпания БКР также имеет опыт утери табличек с некоторых агрегатов в процессе эксплуатации. В этой связи было принято решение о снятии табличек, имеющих слабое крепление к корпусу, наиболее важных и дорогих агрегатов. Как правило, это двигатели и хранение их в офисе инженерной авиационной службы, а учет агрегатов вести по записям в бортовых журналах и формулярах агрегатов. В информационном сообщении есть и снимки табличек. В БКР добавили, что ни в одном документе, регламентирующем деятельность авиации, не имеется прямого запрета на указанные процедуры. По поводу замены агрегатов авиакомпании ответили, что делают это из-за политики таможенных органов. Якобы полученные запасные части могли неделями находиться на таможенной очистке, и это вызвало бы задержку воздушных судов. В сообщении также указано, что финансовых проблем у БКР нет, и все пилоты проходят подготовку в учебно-тренировочном центре Амстердама. А перед каждым полетом они проводят осмотр самолетов. В авиакомпании ответили на все претензии, кроме одной о том, что за последние 8 лет не производился ремонт двигателей. Кроме того, производитель авиационных двигателей «Фоккер-100» компания «Роллс-Ройс» сообщила, что с тех пор, как эти самолеты поступили в эксплуатацию в Казахстан, к ним не поступала информация о капитальном ремонте данных двигателей. «Роллс-Ройс» также сообщила в авиационной администрации Казахстана о том, что процедуры, требующие снятия таблички с данными, не существует, и что ни при каких обстоятельствах она не разрешит делать это с действующим двигателем. Уже четвертый человек в Китае умер от неизвестного коронавируса. Медики установили, что он передается от человека к человеку. Зарегистрировано еще 80 новых случаев заражения. Тем самым цифра инфицированных приблизилась к 300. Среди них есть даже медики. Американские ученые приступают к разработке вакцины, а власти Китая бросили все силы, чтобы сдержать стремительное распространение вируса. Подробности у Натальи Раим. Филиппины заявили о возможном заражении коронавирусом пятилетнего ребенка. А в Австралии следуют анализы мужчины, вернувшегося из Китая с ОРЗ. Сегодня китайские медики сообщили о четвертой жертве неизвестного коронавируса, вспышка которого произошла в декабре в городе Ухань провинции Хубей. 95% случаев связаны с городом Ухань. Люди либо приезжали туда, либо возвращались. Мы подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. Инфицированы были 14 профессиональных медиков, которые ухаживали за больными. Самая сложная ситуация в городе Ухань. Здесь 10 человек находятся в критическом положении, 35 в тяжелом, а около 200 проходят лечение. Еще около 100 инфицированных зарегистрированы в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун. До сих пор остается неизвестной природа нового вируса, источник заражения, все способы распространения и степень тяжести. Хотя, по словам экспертов, он менее смертоносен, чем атипичная пневмония, вспышка которой в Китае в 2002 и 2003 годах унесла жизни почти 800 человек. В МИДе заявили, что держат ситуацию под контролем. Мы ведем совместную работу, чтобы держать эпидемию под контролем и охранить здоровье всех жителей Земли. Тем не менее, власти КНР опасаются дальнейшего распространения вируса. В ближайшие недели здесь будут отмечать Новый год по лунному календарю. И миллионы жителей страны отправятся в поездки как к родственникам в Китае, так и за границу. Тем временем, американский институт здравоохранения уже приступил к работе над созданием вакцины, вызывающего пневмонию нового вируса. А Всемирная организация здравоохранения уже завтра соберется на экстренное заседание, чтобы выяснить, насколько коронавирус опасен для жителей планеты. Наталья Раим, Информбюро. Информбюро в эфире. Продолжаем выпуск. В Алматы десятки владельцев машин с иностранными номерами сегодня пришли в партию Нуратан. Они заявили, что готовы оплатить все сборы, но при условии, что их стоимость снизят. А эксперты утверждают, что у многих автовладельцев не получится зарегистрировать авто в Казахстане, потому что машины эти не соответствуют техническому регламенту. Аблай Аргенбай в сентябре купил машину в Армении. Перед покупкой убедился, что проблем не должно возникнуть в будущем, но просчитался. Теперь придется платить утилизационный сбор 5 миллионов тенге или на три месяца вывезти авто в Армению и лишь потом вернуться на родину. Изначально было в заблуждении насчет этого вопроса. Потом в СМИ, на телевизоре показали, что никаких запретов в будущем не будет. Ребята на 40-х 2009 года, у них уже растаможка под 5 миллионов тенге выходит. Они за 2,5 миллиона эти машины покупали. С такой же проблемой около 30 владельцев иностранных машин сегодня пришли в партию Нуратан в Алматы. Говорят, что готовы платить сборы, пошлины, но хотят, чтобы ставки снизили. Ведь за авто старше 5 лет первичная регистрация обойдется в миллион 200 тысяч. А это дорого, возмущены автовладельцы. Одно из предложений было о том, чтобы поставить эти машины на временный учет, получить желтые номера. Люди готовы оплатить пошлину, но они просят, чтобы эта пошлина была снижена. Мы их сейчас подробно изучим и, соответственно, передадим. Но не все смогут зарегистрировать машины, даже если государство пойдет на уступки, говорит автоблогер Диас Абылкасов. Если автомобиль не соответствует техническому регламенту Таможенного союза, то его придется либо вернуть в ту страну, либо продать на запчасти. Там либо автомобили с правым рулем, либо они не соответствуют нормам экологическим Евро-4. Также, если автомобили свежие, до трех лет возрастом, на них требуется ОТТС. Это одобрение типа транспортного средства. Соответственно, если чего-то из этого нет, его тут никак нельзя поставить на учет. Полицейские призывают граждан воздержаться от дальнейшей покупки иностранных авто во избежание проблем в будущем. Нургалий Карабаев, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Поставить на учет или вывезти за пределы Казахстана. Проблема эксплуатации автомобилей с армянскими, российскими и кыргызскими номерами обострилась как никогда. Есть ли выход из этой ситуации, который бы устроил всех? Поговорить об этом мы решили с юристом Сергеем Муткиным. Сегодня он в нашей студии. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, скажем так. Почти 200 тысяч автомобилей. Очень впечатляющая цифра. Как выяснилось, многие из этих машин невозможно зарегистрировать в Казахстане, потому что они не соответствуют техническому регламенту. Вот что делать таким автовладельцам? На самом деле им так же плохо, как и всем остальным. Потому что остальным, хоть они там и соответствуют регламенту, но им надо заплатить примерно такую же стоимость, как сам автомобиль. И люди этого не могут сделать. Все в полном тупике. Виноваты тоже все. Естественно, люди сами понимали, схема относительно серая. А органы допустили. Владельцы машин с иностранными номерами требуют легализовать их авто, как мы понимаем. Как вы думаете, в МВД пойдут на это? И насколько это справедливо? Вот как вы сейчас говорили, люди ведь знали о рисках. На самом деле и на сайте колеса, и там какие-то ютюбер ролики. Мы все видели, что там наоборот идет такое, что все законно, все абсолютно нормально. Даже сейчас полно всевозможных материалов и мнений, что это абсолютно все законно. Владельцы таких машин не оплачивают штрафы. Если случается ДТП, виновник вовсе может не понести наказание. Вот что делать потерпевшим в такой ситуации? Ну, давайте так. Все равно госномер есть, пусть и иностранного государства. Здесь на самом деле большой проблемы нет. Просто у нас как-то все это заскрипело. И правоохранительные... Сложнее, будем так говорить, сложнее с иностранным номером, чем с Казахстаном. Конечно, сложнее, но надо работать. Вот в соседней России подобной проблемы нет. Автомобили с казахстанскими номерами там не притесняются. Почему в нашей стране еще раз возникла такая проблема? И что в самом начале, возможно, было упущено? На самом деле разъяснительной работы не было, да? То есть никто не говорил, что, ребята, это все незаконно. Как бы надо было МВД организовать разъяснительную работу, надо было организовать четкий учет, да? Вот они сейчас говорят, через 10 суток вы обязаны были встать на учет, да? А где эти 10 суток, да? Вот гражданин пересекает границу, в законе о государственной границе написано, да? Ему дают разрешение на пересечение, да? Почему давали тогда разрешение? Все упустили, как это было с праворульками, как это было с киргизскими машинами, помните, давно еще, да? Вот сейчас это опять на те же грабли МВД наступило. Вот как раз вопрос о праворульках. Вы были одним из первых, Сергей, кто вступился за владельцев машин с правым рулем. Власти, когда хотели их запретить вообще в Казахстане. Не кажется ли вам, да, что эта ситуация схожа, как мы повторяемся? И вообще какой может быть компромисс здесь? Схожа, да не совсем. Тогда все-таки абсолютно законно, да, были праворульки на территории Казахстана. И тогда мы боролись за то, чтобы не приняли новый закон, который запрещает. Сейчас ситуация другая. Сейчас получается, если строго юридически подходить, да, незаконно, да, да, люди, конечно, нарушили закон, но все-таки не по своей вине. Потому что МВД бездействовало, да. Почему они эти два года не предъявляли требования? Почему вот сейчас устроили компанейщину и говорят, давайте вот сейчас инспектора будут останавливать, выдворять на штрафстоянке, да, там, и убирать, там, и прочее. А два года или даже больше лет, да, почему никто этого не делал? Преступная халатность, понимаете, со стороны МВД. Поскольку это государство допустило, да, теперь давайте сами ищите выход. Ищите, как исправить. Сергей, спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам. Спасибо вам. Сергей Уткин поделился своим видением решения проблемы. Ну а через несколько минут наши корреспонденты расскажут, что предлагают в МВД. Для чего в Армению отправились казахстанские полицейские и какую информацию они там будут собирать. Дождитесь материал Бахатнура Алибай. Орден Айбэн третьей степени получила сегодня семья погибшего при исполнении полицейского Дархана Базарбаева. Награду вручил заместитель министра внутренних дел Алексей Калачиди. На эту церемонию родители и вдова 24-летнего сержанта приехали сразу после похорон. Трагедия произошла в городе Табел в пригороде Кустаная. Пьяный дебошир, вооруженный ножом, угрожал своим родственникам расправой. Когда патрульные прибыли, мужчина ударил ножом сержанта Дархана Базарбаева прямо в сердце. 24-летний полицейский скончался до приезда скорой. Накануне президент посмертно наградил Дархана Базарбаева за мужество и самоотверженность. У погибшего осталась супруга и четырехмесячный сын. Кроме материальной помощи, вдове выделили однокомнатную квартиру. За образцовое исполнение служебного долга медаль получил и напарник Дархана, а Мангельдыс из Дыков интервью родные погибшего полицейского дать не смогли. Да, мы не ожидали, что что-то будет. Просто была обычная заявка, семейный скандал. И мы недолго думали, бежали с ним вместе. Он оказался впереди меня немного. После чего была дверь открыта. Но медэксперты сказали, что даже если бы скоро была бы рядом, ничего бы не смогли сделать. На сердце, да? Прямо в сердце попало. Отставки Акима потребовали сегодня жители сельского округа Бртелек в Туркестанской области. Кенец Халык стал Акимом всего месяц назад. Но некоторые сельчане уже уверены, что он не справится. Тем более, что 8 лет назад он уже занимал эту должность. Чем еще не угодил жителям села Новый Аким, узнавал Бахром Абдулаев. Наш Акимат стал публичным домом. Акимы приходят, набивают свои животы и уходят. Каждый год два меняются. И ничего не делается. От бесконечных обещаний люди устали. Они уверены, что и Новый Аким их не выполнит. У жителя Саттебека Нарметова свои претензии. Он считает, что его семья нуждается в АСП. А Аким с этим не согласен. Неделю назад Аким пришел к нам и сказал, что у вас есть дом, есть машина, вы не получите АСП. И разорвал документ, который дала ему моя жена. У других жителей тоже есть претензии к новому Акиму. Несмотря на короткий срок пребывания в этой должности, они считают его виновным в отсутствии коммунальных благ. Я продала единственную корову и заплатила за подключение газа. Но трубы ставили как попало, криво. Кто назначил нам этого Акима, депутаты, пусть оставят его себе. По словам самого Кини Сахалыка, никаких документов он не рвал. И вовсю работает над светлым будущим. Попросил набраться терпения. Мы составили смету на капитальный и текущий ремонт дорог и передали их на утверждение в область. Воды из 13 сел нет пока в двух. В Бертилеке и Ямангильды. Но в этом году будет. Газ тоже со временем проведем. Численность населения сельского округа – 22 тысячи человек. На сегодня отставки Акима требовали только 30 жителей. Они заявили, что соберут подписи под петицией об отставке Акима и отправят президенту страны. Местные уверены, что Акимов они должны выбирать сами.